Девочка-пай Всем добрый день, меня зовут Велта. Сегодня будет рассказ про то, как я связала такой джемпер. Джемпер связан на размеры XXL, на рост 1,74 м, обхват бедр 117 см, обхват груди 108 см. Джемпер я вязала из двух разных пряж, из пряжи разных цветов, и получился такое меланжевое полотно. Первая пряжа это пряжа Drops Belle, здесь состав 53% хлопок, 33% вискоза и 14% лёна. И вторую пряжу я добавляла, это была бобинная пряжа 100% шерсть. Производитель, местный наш латвийский производитель Клипан Сауле. Можно, конечно, вязать из любой другой пряжи, если подобрать такой же метраж. Мне понадобилось 630 грамм, чтобы связать такой джемпер, 400 грамм пряжи Drops Belle и 230 грамм шерстяной пряжи. По метражу Drops Belle это 50 граммов 120 метров, а с шерстяной пряжей 50 граммов 208 метров. Вязала я на спицах номер 5. Это шивное изделие. Отдельно связала перед, отдельно связала спинку. Потом способом трёх спиц соединяла плечевые швы, шила боковые линии. Потом по пройме набрала петли и связала рукав. И связала карманы. И просто сверху пришила. И в самом конце обработала горловину. Привязала планочку. По боковым линиям у джемпера разрезы и спинка джемпера длиннее, чем перед. Ширина джемпера 56 см, а длина спинки, если мерить по центру, 57 см. Ну, что я хочу сразу сказать по длине джемпера. Джемпер такой длины можно носить только с юбкой, с платьем, с сарафанами. Потому что это размер XXL. Довольно большой размер. И такая длина джемпера, если мы будем носить с брюками или с джинсами, будет смотреться очень некрасиво. Только юбка, платье, сарафаны. Джемпер полностью связан на спицах номер 5. Резинки вязала на спицах номер 5. И основное полотно тоже. Резинку я вязала 2 лицевые, 2 изнаночные. Ну, а перед, спинку и рукава уже вязала просто лицевая гладь. И так, на спицах номер 5 набираем 94 петли и начинаем вязать резинку. Спереди и по спинке 94 петли. Висота резинки спереди, если мерить длина и высота, это 7 см. А по спинке, если мерить, это будет 13 см. И когда мы провяжем резинку и переходим на вязание лицевой гладью, мы сокращаем эти петли до 88 петель. И по спинке 88 петель должно быть и попереди. Почему я так делаю? Потому что мне не нравится, когда резинки стягивают полотно. И я всегда после вязания резинок делаю вот это сокращение. И так, на спицах у нас 88 петель. И как я распределила эти петли? 29 петель на одно плечо, 30 петель на горловину и 29 петель на второе плечо. Спереди и по спинке это одинаково. Так должно быть. И так вяжем лицевую гладь. Это у меня переда. И я всегда в своих джемперах вывязываю грудные витки. Да, я знаю, многие считают, что это не нужно и не вяжут. Но я так привыкла, всегда так делала. Мне кажется, что тогда изделие лучше смотрится. Ну и если вы тоже на это решитесь, то вывязывайте выточки и делайте эти повороты. Я делала три раза вот этот поворот, укороченным рядами вязала. И тогда перед у нас получается немножко длиннее, чем спинка. Так, у джемпера я вывязывала скос плеча. Когда этот скос надо начинать делать. Вот спереди, когда я провязала 98 рядов, я начала делать этот скос. А на спинке это 102 ряда, да. На 4 ряда длиннее получается, больше, чем спереди. Почему я так делаю? Вот эти 4 ряда нам нужны для выреза рукава, да. Тогда рукава лучше смотрится, когда вот эта часть по спинке чуть-чуть длиннее, чем переда. Я всегда так делаю, и тогда как-то рукава лучше тоже смотрится. Итак, перед связали, спинку связали. Теперь способом трех спиц закрываем эту плечевую линию. И теперь нам надо соединять перед и спинку, шить эти боковые линии. Но прежде, чем начинать шивать перед и спинку, я от плечевой линии спереди отсчитала 48 рядов. 48 рядов и поставила маркеры. А со спинки, с этой плечевой линии, я отсчитала 52 ряда. 52 ряда и тоже поставила маркер. Спереди 48, а со спинки 52 ряда. Там у нас маркеры. И теперь мы сшиваем боковой шов от резинки до маркеров. Итак, когда мы шили эти боковые швы, тогда у нас получается вот эта линия пройми по спинке чуть-чуть длиннее, чем спереди. По спинке это было 52 ряда, а спереди у нас это было 48 рядов. Почему я так делаю? Ну так рукав в готовом виде смотрится красивее. Потому что если мы, например, делаем выкройку для шитья платья или блузки, то же самое. По спинке пройма чуть-чуть длиннее, чем спереди. Ну и теперь нам надо связать рукав, поднять петли вот по этой линии пройми. Спереди я набрала 32 петли, а со спинки нам надо 34 петли. Итого получается 66 петель. И начинаем просто вязать по кругу. Здесь я вывязывала опять эти укороченные ряды, делала этот поворот, чтобы вот эта линия рукава была такая, как немножко закругленная получилась. Чтобы когда мы одеваем подмышкой, вот не образовалась такая складка. Поэтому я всегда вот вяжу эти поворотные ряды. Сюда-туда просто три раза делала этот поворот. Ну и теперь нам надо связать нам нужную длину. Здесь я поставила маркер посередине. И вяжем нам нужную длину. И одновременно делала 8 раз убавки маркеру с одной стороны и с другой стороны. Я так провязала. Так, измерим. Длина моего рукава от линии этой проймы до резинки 44 сантиметра. Вы смотрите, какая длина вам нужна. И когда я в самом конце, когда я провязала 44 сантиметра, у меня здесь осталось 50 петель. Было 66. 8 раз делала убавки. Итого 16 петель убавила. Здесь у меня 50 петель осталось. И когда я начала вязать резинку, в первом ряду я делала сокращение петель до 40 петель. И так на спицах 40 петель. И вяжем просто резинку 2х2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Длина моей резинки 6 сантиметров. И потом самым обыкновенным способом закрываем и рукав готов. Ну и самое последнее. Нам надо обработать горловину. На спицах номер 5 я набрала 88 петель. И вязала просто лицевой гладью. Высота этой обвязки у меня получилась 2 сантиметра. 2-2,5 сантиметра. Эту обвязку я вязала только из этой светлой пряжи. Из этой пряжи Drops Bella. Но чтобы сильно не отличалось это полотно вязания, я добавила 2 сложения такой тоненький меринос. У меня был такой же цвет. Ну и я решила добавить к этой пряже. Ну вот и джемпер готов. Ну и если мы хотим, можем связать вот такой декоративный карманчик. Я связала просто тоже из этой светлой пряжи. Набрала 25 петель. Связала сколько у меня здесь сантиметров получается? 7 сантиметров. И просто сверху пришила. Но по карману скажу так. Это на, как говорится, на любителя. Я не уверена, что я буду носить джемпер с карманами. Сначала у меня была задумка только один карман. Потом я решила, что надо связать два кармана. Но вы знаете, мне эти карманы как-то кажется, что они слишком какие-то... Придает джемпер вот такой тяжелый вид. Ну, пришить я их пришила. Не понравится. Это можно отпороть любое время. Ну, такой был рассказ про то, как я ввязала джемпер. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok